Друзья, на ваших экранах проспект Нурсултана Назарбаева города Паладар. С вами Владимир. Всем здравствуйте. Канал ВИП Серьезы по наружку приветствует вас. На улице осень, погода капризная. Все это потому, что синоптики своими неверными прогнозами ей все нервы вымотали. Сейчас небо пасмурное, а через пять минут будет светить солнце. Высший экономический колледж Казпотребсоюза. А мы с вами подъехали в перекрестку проспекта Назарбаева и улицы Естая, бывшая улица Бебеля. Вдали торгово-развлекательный центр Артур. Когда-то я вам подробно показывал Артур, заходил вовнутрь. А сегодня я хочу показать этот торговый центр со стороны улицы Суворова. Сегодня это улица Малой Сарыбатыра и улицы Катаева. Там расположены бутики с автозапчастями для автомобилей. Поворачиваем на улицу Малой Сарыбатыра. Погода налаживается. Всем, друзья, хорошего настроения! Вот и торговый дом Артур. Вид с улицы Малой Сарыбатыра на первом и в цокольном этажах запчасти и аксессуары для автомобилей. Приходит мужик в магазин запчасти и спрашивает. Есть запчасти на Ниву? Есть. Что конкретно надо? Ну, там проволока, изолента. Есть, конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят. Субтитры создавал DimaTorzok Выйдем, друзья, на внутреннюю территорию торгового дома. Здесь еще не завершились работы по модернизации торговых точек. Остались еще торговые ряды, где продаются запчасти для авто, рыболовецкие снасти, сантехника и многое-многое другое. Субтитры создавал DimaTorzok Далее, друзья, немного прокатимся по второму Павлодару. Проедем через район, который Павлодаре называют Телецентр. Субтитры создавал DimaTorzok Перед нами улица Павлова, впереди остановка автобуса «Кафе Весна» и торговый дом «Алатау». А прямо по курсу, друзья, вы увидите кинотеатр имени Шакена Айманова. Трехзальный кинотеатр имени Шакена Айманова оснащен цифровым оборудованием и специальной звуковой системой. Первый кинозал – 333 места, второй кинозал – 252 места и третий кинозал – 133 места. Цена взрослого билета – 800 тенге. С улицы Аймаутова, бывшая улица Димитрова, свернем на улицу Камзина. Далее по улице Нурмагамбетова, бывшая Чкалова, прокатимся по второму Павлодару. Недавно я показывал эту улицу, так что вы увидите сокращенный вариант. Субтитры создавал DimaTorzok В своих комментариях Лидия написала мне «Здравствуйте, Владимир! Каждый раз трепетом смотрю ваши ролики и все никак не решалось попросить вас проехаться по улице Гурьевская, 16. Там я жила у своего дяди. А по улице Бенгальская, 55, жил мне близкий человек. Я буду очень благодарна, если хоть краешком глаза увижу эти дома. Это тоже второй Павлодар. К сожалению, в Павлодаре нет улицы Бенгальской. Я об этом ответил в комментариях, но от Лидии пока не было обратной связи. Так что, друзья, едем смотреть улицу Гурьевская и дом номер 16. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С улицы Гурьевской мы свернули на улицу Геринга. Это бывшая улица Энгельса. Прокатимся до улицы Камзина. Хочу показать вам высший колледж электроники и коммуникаций. Если я не ошибаюсь, раньше это было учебное заведение железнодорожного транспорта. Адрес его был Димитрова 2. Кто помнит его, друзья? Субтитры создавал DimaTorzok С правой стороны начинается территория колледжа электроники и коммуникаций. Может кто-то учился здесь? Напишите, пожалуйста, в своих комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Мы снова, друзья, оказались в районе телецентра. Субтитры создавал DimaTorzok Далее прокатимся по улице Лермонтова. Я думаю, для многих из вас эти места очень знакомы. Видео, да и не одно, а если точнее сказать, множество видео с этой улицей есть на канале у нас. Смотрите, вспоминайте и можно лайком отблагодарить автора. А мне остается только поблагодарить вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хочу, чтобы о моем городе узнало как можно больше людей, живущих в разных уголках нашей планеты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом видео хочу показать вам автоколонну на улице Лесная. Кто-то из подписчиков когда-то просил меня об этом. Под автоколонны, конечно же, ничего не осталось. Сегодня здесь располагаются боксы по ремонту автомобилей. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, наше видео заканчивается. С вами был Владимир. До новых встреч на канале ВИП, Серьез и Понарошку. Субтитры создавал DimaTorzok